Добрый день! На календаре 14 июля середина лета. В эти дни мы успели испытать на себе все прелести аномально жаркой и изнуряющей погоды, но спасаться от жары нужно дома, поэтому включайте свои кондиционеры и прямо сейчас устраивайтесь поудобнее на своих диванах. А мы начинаем наш эфир и начнем мы его с музыки, как обычно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok То есть если в других видах спорта какие-то личные качества, тут уже вкупе идет у нас, правильно? Нет, личные качества это 100%, это характер, это обязательно. Без характера побед не будет. Да, здесь постоянная работа, постоянные тренировки, это очень сложный вид. Так, и физически, и технически очень сложный вид. Велосипеды надо готовить, они еще и ломаются, на них иногда падают. Ну, здесь нужно широко подходить к этому вопросу. Ну, потихоньку наша область шагает вперед. Ну, мы о развитии велоспорта поговорим чуть позже, а теперь, Маргарита, пожалуйста, вы расскажите. Поздравляю вас с победой, столько титулов было взято. Какие качества все-таки помогли тебе достичь успеха? Ну, нас тренировали, и велосипеды к чемпионату выдали. Подготовка была очень долгая, тренировались. Сколько, сколько готовились? Ну, начинали с февраля. Вот. Потом очень аккуратно к этому подходили. Нельзя было болеть. Следили за здоровьем. Вот. Нельзя было есть ничего холодного, пить ничего холодного. Горло беречь, то есть. Да. Потом старались ездить аккуратно, не падать, чтобы ничего не сломать. Вот. Ну, это все вот как бы... А самое основное, это, наверное, твое упорство, да? Твое упорство. Физические нагрузки, да? Которые нужно выполнять. А велоспорте, они, скажем так, нехилы эти физические нагрузки. Вот как ты с этим совсем справилась? Или все-таки это как бы дело всей твоей жизни, что дает тебе силы, и легко тебе все это дается? Я терпела очень много, тренировалась с... То есть выдержка, да, такая? Да, тренировалась с нашими мальчиками, потому что девчонок у нас нету. Вот. Тренируюсь с мальчиками и уже как бы становлюсь сильнее. Заметьте, с мальчиками тренироваться, действительно, это дорогое удовольствие. И каким характером и силой нужно обладать и тем же мужеством, да? Молодец. Еще раз поздравляю тебя. Наши телезрители, напомню, могут поздравить Маргариту, дозвонившись к нам в нашу студию. Руслан, вы приехали на пару дней в Уральск, насколько я знаю, член национальной сборной. С какого года? Расскажите о себе. Как давно занимаетесь велоспортом? Какие успехи? Ну, с велоспорта занимаюсь с 10 лет. То есть все детство, как говорится? Все детство, да, посвятилось этому спорту. Вот, ни капли не жалею об этом. Мне нравится, мне нравится скорость, адреналин, вот эта атмосфера велосипедного спорта. Прям, прям это вообще так классно. Ну, в основном, раньше я тоже ходил у отца, спрашивал, а как велоспорт, как это, что это такое. Он мне объяснял, рассказывал тоже. Я пошел, пришел, начал кататься потихонечку. И достигать новых целей. Да, у нас в студии есть первый звонок, мы продолжим наш разговор, послушаем, что интересует нашего телезрителя. Возможно, он хочет поздравить, да? Добрый день, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела поздравить дочку моих любимых соседей, хорошие люди, Хакимову Маргариту Алексеевну. С победой. Вот. Девочка очень упертая, упорная, такая вот молодец, ну, прям вот такая спортсменка. Пусть ей всегда сопутствует удача, вот, и пусть она добивается самых лучших спортивных результатов. Вот. Спасибо ее родителям и тренеру, конечно. Спасибо вам большое, что вы дозвонились к нам в эту студию. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Маргарита, ну, еще раз поздравляем тебя и присоединяемся ко всем поздравлениям. А какие двери для тебя открывает эта победа и какие цели для тебя ставит она? Ну, добиваться большего, это цели мои. А двери, это меня уже приглашают в Алматинский интернат, зовут. Вот. Для меня это уже что-то новое. Цели еще у меня, ну, хочу выиграть чемпионат мира и говорю об этом тренерам, они пытаются меня пока что готовить. А сколько нужно еще, как бы, пройти для того, чтобы выиграть чемпионат мира? То есть... Очень много надо пройти. А что насчет предложения, которые тебе сделали, или ты пока в раздумьях? Я раздумываю пока что, но уже думаю, что соглашусь. Ну, тебе для этого нужно будет покинуть, да, наш город? Да. И вестись в другую школу, соответственно, да? Ну, успехов тебе, что можно еще сказать. Руслан, давайте продолжим наш разговор. Значит, с 10 лет. Да, с 10 лет. В 2016 году тоже вот выиграл чемпионат Казахстана в городе Кокшетав, вот как Маргарита. И тоже меня пригласили, так же, как и приглашают, в Алматинский интернат. И вот потихоньку-потихоньку оттуда начинал, начинал. Потом пригласили в сборную. Уже немножко начал в юношеской сборной кататься, потихоньку уже продвигаться вперед. Это с 2016 года, да, в сборной, да? Ну, да, можно сказать и так. Два года в юношеской сборной, тоже немножко уже подтягиваешься. Потом уже в сборную юниора попадаешь. Там уже более серьезнее, там уже чемпионаты мира, Кубки Азии. Вот, там уже гонки посерьезнее. Подготовка тоже уже более такая серьезная. Вот. Ну, у меня, конечно, немножко не сложилось с этим. Были проблемы тоже со здоровьем. Но я смог через себя переступить. Немного кто говорили, зачем тебе этот спорт. Тоже много уговаривали. Спортом не всегда будешь заниматься, но... Близкие в основном были сторонники? Да, в основном близкие. Родители его тоже, ну, переживают же. Его тоже боялись. Ну, я все же стоял на своем. Держал свою цель. И буду держать. Вот. Сейчас я мужской сборной Казахстана на треке. У меня много призовых мест с чемпионатов Казахстана. Тоже одна победа в этом году на зимнем чемпионате Казахстана. Сейчас в дальнейшем национальный чемпионат с 25 июля начинается. То есть подготовку к нему идет. Тоже подготовка, да. Тоже дома не сижу, не бездельничаю. Так же тренируюсь, так же готовлюсь. Так же надо брать медаль. И в начале августа у нас будут исламские игры. Отборные исламские игры в Турции. Вот. Буду стараться потихоньку направляться туда, чтобы доказать, что я достоин большего. И вот так вот. Скажи, пожалуйста, вот молодежи, тем, кто, хотя ты тоже у нас молодежь, тем, кто на пути только, да, к тем достижениям, которых ты достиг. То есть самое Маргарите. Что ты желаешь, что ты советуешь обычно? Я думаю, что совет таких спортсменов, как ты, очень важен для тех, кто начинает. Ну, в основном советую, чтобы они не бездельничали очень много. Это тоже дает по результату. Чтобы сидели за режимом, за собой. Вот как Маргарита говорит, нельзя болеть. Это тоже. Надо подводить себя к гонке. Морально, так и физически. Но в основном подводить нужно морально. Потому что морально это тоже очень тяжелый вид спорта. Вот сколько времени занимает? Давай вот тяжелый вид спорта, все мы понимаем, да? Твой распорядок дня очень, если коротко расскажи. Мой распорядок дня. Вот когда ты национальный сборок, когда у тебя готовка идет? Ну, в 8 утра у нас зарядка. 30 минут мы на станке крутим. Так, размяться чисто. Вот. Потом идет основная тренировка на треке. Полтора-два часа примерно вот это хватает на треке прям. И в основном обязательно нужна растяжка тоже в велоспорте. После тренировки всегда обязательно растяжка. Прийти спокойненько, растянуться. Также отдохнуть часик поспать. Это вот прям обязательно. Обязанный перерыв, да? Да, потому что с новыми силами тоже на тренировку нужно ходить. И в основном по вечеру тоже примерно, как основная тренировка идет, вот, тоже примерно полтора-два часа занимает. То есть во сколько ты свободен? Ну, свободен я в основном с часов 7 вечера. А, ну, то есть с 8 утра, грубо говоря, и до 7 утра, не считая часа перерыва. Да, да, где-то так. Тренировка, тренировка, без выходных. Да, в основном уже вечером приходишь и уже так. Падаешь, да? Уже падаешь и лежишь, уже не знаешь. Вроде чем-то хочешь заняться, а уже сил нету. Что-то вот надо сделать, но вот ты откладываешь, откладываешь, да, постоянно. И вот так вот живу, и день пролетает, и готовишься. Вот, тоже. Что ж, спасибо. Виталий Вячеславович, давайте поговорим немного в целом о развитии велоспорта. Вы сказали, в нашем регионе, в области на хорошем сейчас уровне. Да, в нашем регионе на хорошем уровне у нас есть и взрослые мужчины, которые выступают за нашу страну. Есть там достойные юниоры. Вот ребята, которые выигрывают тоже чемпионаты Казахстана, Кубки Казахстана среди юниоров. Вот сейчас немножко у юношей какой-то небольшой спад, так как медали не взяли, так вроде бы сказать. Но в то же время 14 регионов приехали, и как минимум 12 регионов планировало брать медали. А призовых места только три. У нас вот там пацаны и четвертыми заезжали, и пятыми, и шестыми, и седьмыми. Ну, то есть возле медали, ну, наверное, где-то ошибка тренера. Наверное. Где-то там не досмотрели на спортсменов, но тем не менее работа колоссальная проведена. Потому что начинается сама подготовка. Маргарита сказала в феврале, ну, это она так сказала. Подготовка начинается к новому сезону в ноябре. Начинаешь там сбор по общей физической подготовке. И вот никто не сказал из ребят, да. Общее физическое состояние спортсменов очень важное. Я в свою бытность от штанги не отходил круглый год. Вот она постоянно была, постоянно. То есть штанга обязательно, там приседания, выпрыгивания и так далее. То есть там силовые упражнения. Ежедневный труд. Да. Силовые упражнения обязательны, зарядка обязательно. И интересно, вот даже в день отдыха бывает такое, что человек там трудится, и у него бывает день отдыха. Бывает активный, бывает пассивный. А зарядка, она не бывает, она постоянно идет. Она в день отдыха. В день отдыха зарядка. Ты встал, сделал зарядку, растянул. Правильно сказал Руслан, что чем эластичнее мышцы, тем они работоспособнее. Поэтому любому виду спорта, растяжка и так далее, это очень обязательно. В мою бытность у меня ребята на шпагат садились все буквально. Особенно на треке, там очень взрывная работа, там очень короткая, взрывная. И восстановление нужно быстрое. Поэтому мышцы должны быть эластичные. У нас есть вопрос от телезрителя. Проводятся ли тренировочные заезды юных велосипедистов на улицах и трассах города? Не опасно ли это? И как вообще водители автомобиля относятся к велосипедистам? Какие меры безопасности принимаете? Ну, это как бы вопрос... Такой, да, он такой... Опасный вид спорта вообще. Ну, один из опасных, да, скажем так. Но всегда тренировочный процесс проводится. Тренер на автомашине находится сзади и немножко левее, так скажем, там, прикрывает обгон машин. Обязательно. Это автотранспорт для тренера. Это не то, что средство передвижения. Это, во-первых, создание безопасности на дорогах. Потому что весь тренировочный процесс проходит на дорогах. Для новичков все проще. Вы ехали в парк Кирова, на ту сторону переехали, там сделали небольшую трассу, и там ребята тренируются. Хотя и там надо следить. Там есть и бегуны, там и лыжники, скажем, на лыжероллерах бегают. Ну, могут столкнуться, это же жизнь. Поэтому тренер должен головой крутить на 360 градусов и заботиться о каждом ребенке. Не знаю, там, невзирая слабый и сильный, выехало с тобой 15 человек, они должны все здоровые вернуться назад. Ну, а если говорить о городе, то в основном ранним утром, да, я вот тоже часто вижу, что в раннем утром занимаются. В летний период днем ездить, ну, если там у нас там за 40 градусов, зачем выезжать днем? Лучше выехать чуть пораньше, по холодку, так скажем, прокатиться. Да, и транспорта меньше, и по холодку, да? Да, да, да. А так автодороги, они все, в принципе, приспособлены. У нас принято метр от обочины, и двигается не более двух человек в ряд. То есть вот метр и еще метр, два метра, чтобы там машина могла обогнать, там беспрепятственно. Мало ли кто куда опаздывает. Ну, вот примерно так. А водители автомобилей как вообще, с уважением относятся? Ну, в последнее время более-менее. В начале, конечно, это было, там к велоспорту отношение было такое, что кричали из машин. Ну, я сейчас вот уже более 10 лет не работаю в велоспорте, но я знаю, что я сам еду за рулем, я смотрю, едет велосипедист, я прикрою там. И других я вижу, то есть, как скажем, образование водительское к пешеходам и велосипедистам немножко растет. Солидарность проявляется. Да, 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 как-то люди. А еще говорят, что велоспорт – это самый контролируемый вид спорта. Это правильно? Правда ли? Это кто из ребят может лучше ответить? Ну, да, это в основном контролируемый вид спорта. Странный тренер, да, получается? Ну, не все, можно сказать, но некоторые такие бывают, что, да, прям держат в кулаке своих ребят. Не напрягает вот этот вот? Ну, ребята в основном, если молодые, то они привыкают. А если вот, как я уже постарше, мы, конечно, и можем что-то сказать, сказать в ответ, там, или, не знаю, также то же самое пригрозить им, вот, если что, вдруг будут перегибать палку. А такое тоже бывает, да? Ну, бывает, конечно. В этом виде спорта дисциплина, как и во всех других. Дисциплина обязательно нужна, да, для результата нужна обязательно дисциплина. Маргарита, ты как, что можешь сказать папой о этому поводу? Ну, у нас тоже контролирует нас, но не так, настолько сильно, как сказал Руслан. Ну, у меня еще такого не было. Что ж, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Сегодня, да, у нас чемпионат завершился, завершается. Ярких вам побед, новых достижений, чтобы все уладилось, и чтобы каждая ваша победа радовала не только вас и ваших близких, но была достижением и для нашей страны, да? Спасибо большое вам за участие в нашей стране. Спасибо. Ну, а мы продолжаем и встретимся с вами в этой студии после музыкальной паузы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иначе기 ДимаTorzok 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 формирует ну заказ положение ну я имею ввиду то есть каждый фотограф в чем сложность должен как бы понять что самое главное в его фотографии чем хочет эта фотография рассказать какую-то маленькую историю или какой-то сюжет или что-то такое более ну трудно конечно свадебной фотографии каждый раз туда выходить это одно и то же повторение одна и та же фото на этаже один и тот же загс и поэтому как-то в этом случае приходится действительно искать новые варианты и постоянно свадебным фотографом большие такие сложности чтобы не повторяться надо находить какие-то новые ходы про гордея хотел сказать открытые про его трудности до что у меня внучка василиса 4 годика и вот она как-то мы с ней попали значит на работу вместе с гордеем она смотрела на него это потом а как и так наташа супруга рассказала про него что он вот такой гордеев что так вот может работать такие глаза удивлены и столько вопроса и такие эмоции у нее были как это так человек справляется с такими трудностями четыре года уже задаются такими вопросами оценивает что так вот может человек преодолевать такие проблемы мы тоже у себя в отделе там когда у кого-то голова болит думаем но человек с нами работает нормально работаем дальше пример для подражания гордей вызывает восхищение восхищение уважение давайте не применять фотографии по-другому скажу вообще тут другая оценка идет когда ты смотришь фотоработы да ты не видишь кто это сделал ты видишь профессиональную работу и в первую очередь идет оценка это и в том числе от заказчиков верно гордей но тут и качество работы иногда пишут например спрашиваешь а с работами ознакомились нет то есть хотя вот даже если вы лыкси работал надо есть имя да есть еще имя имя да имя которое опять же исходит из качества работ и вот здесь вот отличаются профессионалы от любителей еще если можно я вот хотела бы сказать у нас часто говорят ну что там фотографу это много фотограф нет ребята фотографа они как художники у каждого есть свое направление каждый специализируется да вот разрешение дадите собрать я прошу вас потом продолжить тему кто-то мастер в портрете кто-то мастер в пейзаже на этом специализируется поверьте там очень тонкая специфика не эти работы будут отличаться кто-то на макросъемке гордей макросъемка да я знаю очень очень мощно очень можно специализировать и везде там есть тонкость и они связаны с техническими тонкостями и с художественным подходом это все очень непросто зритель смотрит нравится не нравится да вот оценивает обыватель думал критерии качества вот к фотографам сегодня распылись из-за тех же социальных сетей да из-за того что сейчас их стало больше и доступности аппаратуры который кстати не дешевая но все таки да вот как вы думаете критерии качества не распылись на сегодняшний день не все таки знаете если смотреть работа 1 фотограф ну допустим профессионал непрофессионалная тут 1 смотришь всё классно когда поднам вот если рядом постам вот профессиональная это непрофессиональный políticas вот это классно а здесь мне очень а почему усилить не сможет тем не менее профессионалы съемка на решение съем кота сегодня это какая-то школа определенная или что Это чутье больше всего. Чутье, да? Это больше всего чутье. Так же, как и художник. Почерк, да? Да, и воспитывает себе каждый человек. Например, вот мне мама здесь выписывала журналы, картины какие-то. Потом пришло время, у нас повально все фотографии занимались. Как фотографию поставить так, чтобы она интересная получилась, как композицию в кадре поставить, как свет. Мы проходили постепенно, все это вкладывалось. Ну и каждый из фотографов то же самое знает и старается сделать так, чтобы его фотография была такая, исключительно. Но сложная фотография, очень репортажная, потому что не знаешь, с какой стороны ты окажешься от объекта съемки, кто тебе разрешит, кто тебе помешает. Надо все успеть. Да, и надо все успеть. Это событие происходит один раз, да. Больше не повторится, да. Так что есть такие мюансы. Хорошо, а Зареш, вот вы все-таки у нас молодой фотограф, но достаточно востребованы. Я знаю, что вы в фотосессиях различных участвуете. Как вам все-таки удалось влиться в эту индустрию и выразить себя, показать, что у вас есть свой почерк? Ну, поначалу это было мое увлечение. Я даже и не думала зарабатывать. Сколько лет, кстати, вы? Я занимаюсь шестой год. Шестой год. Ну, и как-то ходила, снимала только своих детей, родственников и так далее. Ну, как хобби, да? Да, как хобби, увлечение было. Но потом как-то меня заметили, пригласили уже работать, работу фотографу. Я переживала, что у меня не хватает навыков, знаний и так далее. И в тот момент как раз появились онлайн-обучения. Я начала потихоньку развиваться, обучаться, набираться опыта, как говорится. Сейчас уже, сравнивая то время, в то время мои первые работы и сейчас, это как небо и земля. Сейчас я знаю, что у меня есть свое видение, свой почерк. И я думаю, фотографий вообще нет предела роста, развития. Вот вопрос от телезрителя. Ко всем гостям бывают ли у фотографов выходные, потому как фотографы вездесущие люди на всех областных городских мероприятиях, свадьбах, торжествах, можно их встретить. Насколько важен для вас ракурс, качество пленки и оптики, пейзаж и фактуру? Вопрос. Пленки. Пленки. Пленки давно уже нет. Давайте я отвечу по поводу выходных, так как мы работаем сами на себя. Без выходных. Мы работаем без выходных и 24 на 7. Днем мы снимаем, я лично днем снимаю, ночью у меня обработка, еще надо успеть попутно с семьей заниматься, детьми и так далее. У вас трое детей на сутки. У меня трое детей, да. И я для себя сделала такой график, вот смотрю по графику, какие у меня записи, когда фотосессии. Выбираю один день, когда я себе даю отдохнуть полностью. Не беру ни телефон, ни камеру, ни компьютер, просто отдыхаю. По поводу пленки хотел сказать, да. А с кого же еще? Цифровая аппаратура нас разбаловала. Раньше мы, когда выходили на работу, у нас одна-две катушки пленки было на всю работу. И действительно тогда... Права на ошибку не было. Да, тогда надо было, ну чтобы не моргнул, надо было, чтобы человек встал правильно, надо было, чтобы... То есть очень много нюансов, которые мы приходилось учитывать в короткое время. Вот я все воспитывала, все тренировала и требовала исключительности какой-то. Сейчас старых фотографов такой школы хорошей, их можно отличить по постановке кадра. Аппаратура сейчас, конечно, она много прощает, и впоследствии постпродакшена на компьютере можно много что исправить. И даже из загубленной фотографии сейчас можно сделать шедевр, если постараться, если знать, что хочешь. Вот поэтому такие... А вот сейчас, кстати, очень много ретуши. Как вы относитесь вообще к этому? Очень хорошо. Потому что все-таки наши глаза привыкли видеть в широком диапазоне. И у нас как бы, да, 3D-ведение. А когда ты занимаешься ретушью, ты уже какие-то огрехи, ты можешь убрать, что-то ты можешь выявить и побольше показать, предоставить на передний план. Поэтому это очень хорошо, то, что появились компьютерные технологии. Ретушь была всегда. Да, вот я тоже смысл поймала. Всегда была, просто технология была другая. Намного сложнее все это было, да, вот с пленочными совсем. Просто сейчас это стало проще. И сейчас еще появилась такая ретушь, как цветокоррекция. Вот этого в советском, наверное, фотографии не было, да? Буреш, вы этим занимаетесь? Конечно, обязательно. Все, наверное. Все, ну, новинки. Лайтрумом или фейзваном пользуются, конечно, цветокоррекцией. А не кажется ли вам, что иногда вот за этой ретушью изюминка пропадает определенного там человека, там, что-то? Пропадает время. Больше всего на ретушь. Много времени уходит, да. Если прям перестараться, конечно, там, с той же цветокоррекцией. Самое главное не перестараться здесь, да, чтобы... Естественность, да? А так нет, обработка, каждая фотография должна подвергаться обработке. Некоторые я и лично, ну, не лично, даже макро, когда снимаю, то есть стараешься обработать так, чтобы максимально никаких пылинок, ни соринок, ничего не было, чтобы... Потому что мы, которые видим фотографии в интернете, вроде кажется красивой, но они тоже все подвергались там таким обработкам немыслимым. Это требование, наверное, зрителя с требованием времени, потому что сейчас уже люди, глянцевые журналы, это уже даже... Да и тот же Инстаграм он уже задал свои, как бы. Да, сейчас очень много фотографий с фотобанков, да, крутых фотобанков, но там все фотографии с обработкой, абсолютно все. Поэтому это уже требование времени, все. То есть ты встречаешь человек на улице, а он не такой, как на фото, да? А что делать, как бывает клиент, и говорят, сделай меня худой и красивой. Это уже ожидание клиента. Да, пусть наш оператор тоже сделает нас всех худыми и красивыми. А мы продолжаем наш разговор. Оксана, вот к тебе вопрос. Ну, для твоих коллег фотографии все-таки это больше творчество, а ты все-таки будучи фоторедактором много лет, для тебя фотографии это источник информации, то есть здесь как... Вот для тебя, как журналист. Что это такое вообще? Фоторедактор, наверное, возникает вопрос, да? Да, что это такое вообще? Причем у фотографов, между прочим, в первую очередь, что такая специализация небольшая. Это вот для тех, кто с видео работает, наверное, будет более понятно. Эти знания как раз меня вложила в Сергей Попко, в Царство Небесное. Как в видеофильме, перед тем, как делать какой-то любой видеофильм, пишу сценарий, так и для фото делают какую-то определенную подготовку. Обычно фотограф сам берут на себя, ну, то есть он самый фоторедактор и все прочее. Но здесь еще есть детальная проработка, то есть детальная проработка костюма. Это тоже сейчас этим занимаются стилисты вроде бы, детальная проработка. Но вот, например, более яркий, наверное, например, это если тематическая фотосессия какая-то, скажем, казачья изба, да, в нашем случае, нужно будет проработать, как подыскать там, посмотреть картинки, как себя вел мужчина, в какой позе он мог стоять, сидеть, в какой позе должна была сидеть женщина, в какой они были одежде, в каких углах комнат. То есть вот это вот, срежиссировать фактически всю вот эту постановку и ракурсы собственные тоже возможно. Ну, то есть и название, и, ну, подобрать. То есть вот эта подготовительная работа, можно сказать, плюс название фотографии. А вот если взять газетную фотографию, это больше все-таки искусство, на твой взгляд, или вот конвейерность? Да, это репортаж. Это репортаж. Вот почему-то здесь вот такая сложность. Фотографы говорят, это очень сложно, потому что они смотрят с точки зрения постановки. Для Гордея это несложно, он работал в газете. Вряд ли для него это сложно. Для журналиста это несложно, потому что мы привыкли к меняющимся, мы не понимаем, почему это сложно. Мы вроде вот схватил, выхватил, момент выхватил. Тут, ну, может быть, я не знаю, мы не обрабатываем в газете. В газете это не очень-то, ну, есть, конечно, фотограф, который работает на детям, обрабатывает фотографии, но по большому счету репортажной фотографии схватить момент. Оперативность. Да, схватить момент, и главное, чтобы тут не только выражение лиц было, но еще и свет, и где-то успеть вспышку, да, там включить. Вот это вот сложно для фотографа. Там обработка минимальная, тут своя специфика. А вот художественность там, конечно, сложно поймать, да. Это уже, наверное, вешает, да, чтобы выстроить. Такий процесс, да? Нет, выстроить, как он, золотое сечение, да, успеть в этот момент. Где-то люди движутся, а тебе надо успеть понять, где это золотое сечение проскользнуло. Вот как много всего обывателям, конечно, вообще думаешь. Раз, сфотографировала и пошел дальше. Ну, это как на велосипеде. Сначала учишься, учишься, а потом уже сел и поехал. Да, это целая технология, как говорится. А вот, кстати, палитра Казахстана через лица и цифры проходит в республике. Сейчас слышали или нет? Нет. Выставка республиканская будет проходить на протяжении 6 месяцев. Будете принимать счастье? В курсе. Не слышали? Расскажите нам об этом. Сейчас в гугл все полезем. Я сама только не забудила, что она будет проходить в течение 6 месяцев. Ну, учитывая название, палитра Казахстана через лица и цифры, я думаю, что понятно, да? Наверное, здесь портретное фото, но а насчет цифр... Спасибо за информацию. Догадывайся. Поэтому, пожалуйста, узнавайте и принимайте участие. Я думаю, что ваши работы найдут достойное место. Ну, в завершении нашей программы, что бы вы пожелали друг другу, то, что бы вы пожелали телезрителям или, возможно, своим клиентам будущим? Клиентам. Каких качеств хотелось бы от них? Одно качество, чтобы все здоровы были, а остальное уже будет зависеть от наших... Ну, расти, учиться. Лучшая фотография ту, которую не снял, вообще считается. Поэтому... Все еще впереди. Да, все впереди. Развиваться, читать, изучать. Зурежь, например, на видео. Ну, на таких обучениях... Я книги читал. Я вот как начал заниматься. Я постоянно книги, книги и до сих пор. И стараться что-то новое пробовать, экспериментировать. Ну, я считаю, что ценность фотографии бесценна на самом деле. Потому что через много-много лет, когда люди откроют свои фотоальбомы, увидят свои снимки, люди будут вспоминать это с теплотой. Какие дети были маленькие, как они только познакомились. Да, это целая история. Поэтому всем желаю красивых фотографий. Обязательно делайте снимки с детьми, для себя, для работы также. Поэтому я за фотографию, что она очень неотъемлема в нашей жизни, очень нужна. Ну да, я хочу пожелать, чтобы люди завели все-таки фотоальбомы. И не горели жесткие диски. Ну, если серьезно, то я хочу сказать, чтобы у нас в Казахстане был мир, благосостояние, процветание. Потому что судьба фотографов, как показала пандемия, очень зависит от общего благосостояния нашей страны, мира и здоровья наших граждан. Поэтому вот так. Спасибо большое. Фотография – это очень сложная сфера, которой все время нужно совершенствоваться. Даже если там кто-то овладел всеми ракурсами, каким-то художественным подходом, техникой сама меняется. Фотографу все время приходится учиться, поэтому терпение в этом учебе и хорошего настроения. Потому что все фотографы знают, что если у модели есть хорошее настроение, и у фотографа нормально, все будет окей. Поэтому хорошего всем настроения. Что же, я вам пожелала бы успехов, процветания и вдохновения, чтобы оно никогда не покидало вас. Потому что без вдохновения не получится никакой фотографии, я думаю. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну что ж, вот таким был Куншуак на нашем канале. Мы желаем вам хорошего дня, проведите его на все 100%. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok